Ай, ехали дорогие друзья, меня зовут Ронглин. На моих стримах вы могли заметить в углу экрана пульсометр и спрашивали, как же я его сделал. Кстати, подписывайтесь на мой твич, стримливать теперь только там. Что ж, сегодня я отвечу на вопрос, как сделать пульсометр на стримах с помощью Mi Band 3 версии и выше. Поехали! Итак, нам понадобится, собственно, Mi Band 3 или выше, в моем случае четвертая версия, Android смартфон, реально не знаю по поводу айфонов, уж извините, сервис Пульсоид и непосредственно ваша программа для стриминга, в моем случае OBS. Для начала нам необходимо зарегистрироваться в сервисе Пульсоид, ссылка будет в описании. Также скачиваем из Google Play приложение Пульсоид и входим в только что созданный аккаунт. Далее опять идем в Play Market и ищем это приложение. Скачиваем, открываем его и подключаемся к нашему браслету. Далее заходим в настройки, вкладка разная и ставим галочки напротив этих двух пунктов. Закрываем приложение и заходим в Пульсоид. В списке подключений ищем ваш браслет и подключаемся к нему. Теперь на браслете выбираем режим тренировки и через некоторое время в приложении будет в реальном времени показываться ваш пульс. На сайте Пульсоид выбираем понравившийся вам стиль и копируем ссылку. Вставляем его в ЭБС и как мы видим все работает. Далее проводим косметическую настройку пульсометра. Уделять этому много времени я не буду, так как это очень просто и я надеюсь, что вы сами разберетесь. Когда вы закончили стрим, чтобы выключить пульсометр, просто завершите тренировку на браслете. Также хочу уточнить, что подключение браслета к этому приложению производится всего один раз. То есть в последующих разах, когда вы будете стримить, вам надо будет просто подключиться к браслету в приложении Пульсоид. Очень удобно. Довольно короткое получилось видео и я надеюсь, что вам оно понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Добавляйтесь ко мне в друзья вконтакте, заходите на мой дискорд сервер, ну вы сами знаете. А с вами был Ронбин, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok